Всем привет, вы давно пишите мне снять видеообзор на мой комбик, который стоит все время сзади меня, это Custom KG210 FX И я бы с радостью, но мне слишком скучно сделать просто видеообзор на его, тем более что вы часто его видели, слышали Я его подключал во многих своих выпусках и на чистом звуке, и на перегрузе, и поэтому я решил сделать небольшую задумку Чтобы было интереснее, я решил сделать сравнение, потому что так или иначе это всегда интересно И я взял точно такой же фирмы, точно такой же усилитель с таким же логотипом, собственно Custom, примерно такой же мощности, но ламповый И сегодня мы сравним их на чистом звуке, но в драйве, собственно, ламповый и транзисторный Ну и посмотрим, какая между ними разница по ощущениям, по звуку, по слуху Что можно сказать, многие не знают, но 5-ваттная лампа, это именно Defender 5H, 5-ваттная, это примерно то же самое, что 15-20-ваттный транзюк получается по громкости Поэтому они, в принципе, в одной как ценовой, так и весовой категории Ну и следует еще сделать пометку, то, что мой комбик, он доработан, у меня есть режим переключения именно в кабинет Поэтому мы даже сможем послушать его именно прямо-таки через одни и те же динамики Транзистор VS-лампа Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я получал вполне себе ожидаемый результат Поэтому для меня все-таки в приоритете был именно чистый звук Перегруженный здесь вы сможете найти на моем канале Звук, ну он такой резкий, недостаточно плотный И в основном все их юзают все-таки с педалями Что касается вообще комбиков Custom У них очень хорошие отзывы, причем в любых вариациях Как и вот двухдинамиковые по 12, так и полноценные стеки на ребазах зачастую стоят Они очень надежные, они обладают хорошим читаемым в миксе звуком Да, конечно, он не самый там эталонный Но тем не менее это очень хороший реальный звук Надежный, причем по доступной цене Касательно этого комбика, он меня два года выручал на кавер-выступлениях И его на 70-65% хватало, чтобы перекричать живую барабанную установку То есть его хватало, чтобы озвучить без подзвучки залы, ну скажем, до 100 человек И это очень хороший вариант, при том, что у него есть return, в него можно подключать преампы, как я сейчас делаю Получают намного более всякие звуки, да, я вот его еще в кабинет переделал Поэтому в принципе комбик хороший, я его люблю и свои деньги он окупает Что касается ламповой вариации от Custom Мне показалось, что лампа, ну конечно, более отзывчивая по ощущениям, по динамике Не знаю, как это было выражено в звуке и было ли выражено в данном видео Что касается самого звука Ну он показался более читаемым, более, я не знаю, естественным Менее мыльным, я бы сказал, вот так вот И мне показалось на педалях, конечно, это же все тоже передается Что касается того, что услышали вы, я надеюсь, об этом напишете мне, собственно, сами вы Так ведь велика была разница между лампой и транзистором В принципе, это вот такое вот самое близкое получается сравнение, наверное Наиболее близкие родственники, мы сравнили именно тембры лампы и транзистора Так что, надеюсь, было всем интересно Ссылки на усилители я прикреплю с подробным описанием в комментариях Данный ламповый усилок мне предоставил магазин Мир Музыки для сравнения За что им большое спасибо Также я не сказал, я использовал WayHuge, вот такой вот овидрайв аналоговый В качестве перегруза Люблю эти педальки Ссылку на нее, наверное, тоже помещу Все, всем пока, до новых видео